Глава десятая из второй книги царств. Спустя несколько времени умер царь Амманицкий, и воцарился вместо него сын его Аннон. И сказал Давид, — Покажу я милость Аннону, сыну Наасову, за благодеяние, которое оказал мне отец его. И послал Давид слуг своих утешить Аннона об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю Амманицкую. Но князья Амманицкие сказали Аннону, господину своему, — Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем, и после разрушить его, прислал Давид слуг своих к тебе? И взял Аннон слуг Давидовых, и обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды их наполовину до чресл, и отпустил их. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчищены. И велел царь сказать им, — Оставайтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь. И увидели аммонитяне, что они сделались ненавистными для Давида. И послали аммонитяне нанять сирийцев из Бефрихова, и сирийцев сувы двадцать тысяч пеших, у царя Моахи тысячу человек, и из Истова двенадцать тысяч человек. Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрым. И вышли аммонитяне и расположились к сражению у ворот, а сирийцы Сувы и Рехова, и Истова, и Моахи стали отдельно в поле. И увидел Иоав, что неприятельское войско было поставлено против него и спереди, и сзади, и избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сирийцев. Остальную же часть людей поручил Авессе, брату своему, чтобы он выстроил их против аммонитян. И сказал Иоав, — Если сирийцы будут одолевать меня, ты поможешь мне. А если аммонитяне тебя будут одолевать, я приду к тебе на помощь. Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за город, города Бога нашего, а Господь сделает, что ему угодно. И вступил Иоав и народ, который был у него, в сражение с сирийцами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сирийцы бегут, побежали от Авессы и ушли в город. И возвратился Иоав от Аммонитян и пришел в Иерусалим. Сирийцы, видя, что они поражены израильтянами, собрались вместе. И послал Адраазар и призвал сирийцев, которые за рекою, и пришли они к Еламу. А Савак, военачальник Адраазаров, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, то он собрал всех израильтян, и перешел Иордан и пришел к Еламу. Сирийцы выстроились против Давида и сразились с ним, и побежали сирийцы от израильтян. Давид истребил у сирийцев семьсот колесниц и сорок тысяч всадников, поразил и военачальника Савака, который там и умер. Когда все цари покорные Адраазару увидели, что они поражены израильтянами, то заключили мир с израильтянами и покорились им. А сирийцы боялись более помогать аммонитянам.